Доброго всем дня! Меня зовут Елена Мерсанова, я парапсихолог. И сейчас мы рассмотрим такой вопрос. Сожалеет ли он о разрыве? Итак, что вам нужно сделать? Представить данную ситуацию, задать себе этот вопрос и выбрать одну цифру от 1 до 5. Итак, мы сделаем 5 раскладов. На каждого отдельного мужчину можете загадать отдельную цифру. Этот расклад общий, то есть он не настроен лично на вас. Если же вам нужна индивидуальная консультация, то в описании к этому видео вы можете ознакомиться с условиями моей работы. Ну, как бы почитать отзывы. Итак, сожалеет ли он о разрыве? Даже посмотрим, хочет ли он обратно с вами быть. Хочет ли он помириться. Смотреть мы будем на карта Киппер. Будет 5 позиций по 3 карты. Посмотрим, что нам карты посоветуют, что не скажут. Итак, сожалеет ли он о том, что вы расстались. Итак, для тех, кто загадал цифру номер 1. Сожалеет ли он о разрыве? Скорее всего, нет. Он вообще... Вообще, вот то, что происходит в его жизни, какие-то ситуации до него очень долго находят. Ну, и он такой вот человек, живущий одним днём. И какие-то воспоминания прошлого или мысли о будущем его особо как-то сильно это не задевают. Ему, в принципе, довольно-таки неплохо и без вас. Он чувствует себя довольно-таки комфортно. Единственное, конечно, может, в принципе, появиться таким, знаете, как сюрпризиком. Ну, чисто это будет спонтанное, возможно, появление. Что из этого выйдет? Сейчас мы добавим ещё карту. Посмотрим, что выйдет из его появления. Причём его появление, возможно, не один раз. Именно тогда, когда он этого хочет. Ничего, правда, хорошего из этого не выйдет. Если вы будете позволять ему так с собой обходиться, то это затянется, может затянуться на очень-очень долго. Поэтому, вот, как таковой стабильности, вот в этих отношениях, скорее всего, и не будет. Сожалеет ли он ответ? Нет. Так, расклад номер два. Для тех, кто выбрал цепь номер два. Сожалеет ли этот мужчина о разрыве? Как такового, сожалению, у него нет. Вдобавок, я бы не сказала, что у него прям есть вот такие вот постоянные воспоминания о вас. Бывает, что, да, идёт некоторое сравнение с теми, кто будет после вас. Но, как-то, вот, получается, почему-то не в их пользу. В крайнем случае, вот, ближайшие, может быть, два года. Всё-таки для него вы были определённым таким положительным моментом в его жизни. Так что, воспоминания, да, есть, но, к сожалению, нету о том, что вы разошлись. Просто вы остались вот в прошлой жизни. И, как говорится, он это всё отпустил. Ну, вот ещё у меня выходит по раскладу, что в дальнейшем-то, к сожалению, вот, у него личная жизнь особо не будет складываться. В крайнем случае, довольно-таки долгое время. Он постоянно будет находиться в новом поиске. И каждый раз будет, вот, всё не так и не то. Возможно, это немножко потешит ваше самолюбие. Информация будет. А прямой ответ, сожалеет ли он на разрыве. Ответ, к сожалению, нет. Но вспоминает в хорошем ключе, в таком положительном. Так, расклад номер три. Для тех, кто выбрал цифру номер три. Сожалеет ли он о разрыве. Да, тут сожаление есть. Причём, самое интересное, он не может понять вообще, из-за чего это произошло. Человек находится в определённом каком-то тупике. Что же это вообще было? Пытается как-то разобраться в этом. Но у него особо ничего не получается. Во-первых, виноватым он себя не чувствует. Совсем. Ему бы, конечно, проще бы было, если бы он понял бы и свои ошибки. Тогда было бы всё намного нагляднее. Но вот, к сожалению, человек вроде над собой работает, но ни в коем случае не хочет себя признать хотя бы в чём-то виноватым. Так что, к сожалению, о разрыве, да, у него есть. Но, скорее всего, виновата-то в этом, скорее всего, вы. Вот так. Так. Расклад номер четыре. Для тех, кто выбрал цифру номер четыре. Сожалеет ли он о расставании вашем? Знаете как? Он такой интересный человек, что, в принципе, всё, что происходит в его жизни, он считает, вот, судьба, значит, ничего я менять и не буду. Как говорится, плывёт по течению. Вот что будет, то будет. Даже из-за этого вот как раз сожаления о разрыве у него и нету. Потому что он считает, что это приватности судьбы, что так должно было случиться. Человек просто не понимает, что судьба судьбой, а всё-таки жизнь мы делаем сами. И у судьбы, как говорится, очень и очень много дорожек. Какой хотим, на такую ступим. Вот слишком уж он, вот я говорю, что подвержен этому, что что будет, то будет. Всё. Ничего предпринимать я не собираюсь. Но сожаление о том, что, вернее, это даже не сожаление, это определённые такие воспоминания, мечты о вас у него всё-таки остались, есть. Если вы всё-таки хотите быть с этим человеком, то тут инициативу нужно проявить вам саму. Раз человек верит в всякую мистику, всякие предсказания даже, причём очень сильно верит, желательно бы, вернее, вот знаете, как он больше верит в знаки судьбы какие-то определённые. Поэтому, что вам нужно сделать? Почаще, как бы неожиданно, появляйтесь на его пути. Вот прям вот, как будто, ой, как, понятно, что это можно самой подстроить, но сделать, как будто совпало у вас. И он начнёт себя настраивать на то, что, о, значит, судьба, раз мы постоянно появляемся в одном и том же месте, значит, нам суждено быть вместе. Так что на этом можно подобрать. Так что, если хотите быть с ним, действуйте. Так, расклад номер 5. Для тех, кто выбрал цифру номер 5. Так, сожалеет ли он разрывить? Да, сожалеет, причём довольно-таки сильно, к тому же у него есть ещё и чувство аква. Единственное, что вот тут, надо смотреть всё-таки индивидуально, понять не могу, что какая-то женщина появляется на фоне вот этих вот отношений, либо она до нынка уже появилась, либо на данный момент существует. Так что, если вы хотите, чтобы он был с вами, обязательно проявляйте сами не с этим. Вроде бы он, я бы не сказала, что он прям тормоз, но вот как-то что-то его постоянно какие-то затруднения, то какие-то препятствия постоянно ему мешают проявить саму эту инициативу. Так что, сожалеение есть, да, и желательно бы самой что-то... Знаете как? Уберите свою гордость, вот эту вот гордыню, как говорится, засуньте её подальше, и сами идите на диалог, идите на компромисс, иначе потом можете пожалеть. Знаете как? Лучше сделайте и потом пожалеете, чем когда вы не сделали, и, к сожалению, будет намного больше. Так что, попробуйте. На крайнем случае, дайте себе определённый какой-то срок, допустим месяц, два, три, вот эти месяцы вы что-то сами поделаете, посмотрите на его поведение, и потом уже сделайте выводы. Только после этого времени. Так что, к сожалению, да, есть, и он хотел бы быть с вами. Сегодня мы посмотрели, такой вопрос, сожалеет он о вашем расставании, стоит ли что-то само предпринять, или это всё-таки делать бесполезно. Как-то дали некоторые советы, надеюсь, вам они пригодятся. Берегите себя в первую очередь, и всем пока-пока, и до новых встреч.